Проверить все детские учреждения с ночным пребыванием воспитанников. Такое поручение направило Главное управление МЧС России в наш город. Внеплановые проверки, связанные с трагическим событием под Воронежем. Напомню, пожар в ночь субботы на воскресенье уничтожил психоневрологический интернат, унеся жизни 23 пациентов. И уже по традиции, как последствия подобных ЧП, по стране пошли рейды надзорных служб. В нашем городе первым в списке проверок значился лицей интернат номер 79. Вместе с инспектором МЧС туда сегодня отправилась наша съемочная группа. Пожар в психоневрологическом интернате под Воронежем сколохнулся у страну. Его отголоски дошли и до нашего города. В образовательных учреждениях начались массовые проверки пожарной безопасности. Сигнал тревоги в 79-м лице и интернате удалось запустить только с четвертого раза. Как оказалось, часть оборудования вышла из строя. А чтобы открыть крышку кнопки тревожной сигнализации, пришлось немало попотеть. И даже в буквальном смысле пролить кровь директора. Но в итоге сирену удалось запустить и довольно оперативно провести эвакуацию учащихся. Дети ничему не удивлялись. Говорят, дело привычное. Часто проводится, нет? Да. Ну, довольно так. Ну, не сильно часто, но проводится. Раза четыре вышли в этом году. Что касается пожара в диспансере под Воронежем, то точные причины ЧП до сих пор не названы. Известно только одно – здание интерната было практически аварийным. Деревянные полы, старая проводка, ветхая штукатурка – все поспособствовало быстрому распространению огня. На эти элементы интерьера особое внимание обращают в ходе проверок и челнинские пожарные. Было выявлено ряд нарушений по требованию пожарной безопасности. Это неисправно была система автоматической пожарной сигнализации. Не везде были установлены или были демонтированы доводчики на дверях. Также были постелены на путях эвакуации ковровые дорожки. Ковровые дорожки – это одно из самых частых нарушений, которые встречают на своем пути проверяющие интерната. Но в 79-м лицее парировали, что иначе проживающие здесь дети просто замерзнут. На что инспектор заметил – в таких случаях нужно стелить сертифицированный ковролин или сделать подогрев полов. Но такая возможность, конечно, есть не у всех. В принципе, часть нарушений, которые были определены и выявлены во время приемки, мы постарались исправить и исправили. Но часть не сумели, потому что это связано с финансовыми расходами. И поэтому мы часть устранения нарушений запланировали на 2016 год. Лучше с письмом на начальника управления образования. В принципе, нам дали добро. И мы включены в киту по ремонтным работам. До новогодних праздников планируется провести еще несколько рейдов, чтобы успеть проверить все учреждения для детей с ночным пребыванием, а также больницы. Ландыш Капранова, Радик Ганифр, НТВ, Набережные Чумы.